Здравствуйте! Информационная программа события на канале Лида ТВ. С новостями региона вас знакомлю я, Павел Балейшис. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Встреча заинтересованных. Заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович пообщался с представителями бизнеса. В добрый путь в Лиде состоялся районный вечер чествования выпускников. Громко, зажигательно и незабываемо в спортивно-здоровительном комплексе Олимпия прошел заключительный этап выпускного вечера. Жалоба на шум скидплощадка на улице Тухачевского стала причиной недовольства жителей близлежащих домов. А сейчас подробности. Сегодня Лиду с рабочим визитом посетил заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович. Замглавы ведомства встретился с представителями структурных подразделений райисполкома и субъектами предпринимательства. В формате диалоговой площадки собравшиеся обсудили изменения, вносимые в нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие предпринимательскую деятельность. В режиме видеоконференции к диалоговой площадке смогли присоединиться заинтересованные в данном вопросе из Щучинского, Мостовского, Волковыцкого, Свислочского, Слонимского и Берестовицкого районов. С 1 июля вновятся новые категории в понятие предпринимательской деятельности. Это непосредственно индивидуальные предприниматели, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность, агроэкотуризм и ремесленники. Безусловно, предприниматели сейчас волнуют те виды деятельности, которые будут разрешены к осуществлению с 1 октября 2025 года в связи с принятием закона. Соответствующие перечни должны быть приняты правительством до 1 июля. Непосредственно состав этих перечней сегодня и обсуждался. Предприниматели индивидуальных интересуют, какие виды деятельности вошли в перечень, какие виды не вошли, как этим перечнем пользоваться, какие ограничения на них будут возложены в связи с принятием этих перечней. Смогут ли они осуществлять свою деятельность с 1 октября 2025 года? Да, ответ смогут. Переходный период по тем видам, которые не вошли в перечень, определен до 1 января 2026 года. Всем предпринимателям, не попавшим в перечень, нужно будет определиться, что делать. Либо перерегистрироваться в форму юридического лица в соответствии с законом, который предоставил эту возможность осуществить день в день, либо же искать новое направление своей работы. Также законом были определены новые направления оказания финансовой и государственной поддержки предпринимателям. Соответствующую информационную часть выполнил Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, который рассказал о новых своих продуктах, которые будут доступны в связи с принятием закона. Это и гранты, и гарантии, и другие направления. Уверенно шагнули во взрослую жизнь. 14 июня выдался по особенно волнующим для выпускников Лицкого района. Они попрощались со своими учебными заведениями и беззаботной юностью. В этом году 25 школ района окончили 791 одиннадцатиклассник. Именно они стали главными героями дня. Подробности у нашего корреспондента Елизаветы Черепович. Вечер прощания со школьным детством начался у стен Лицкого замка. Сюда, на районную выпускную, в сопровождении педагогов, родителей, друзей и знакомых, собрались уже вчерашние одиннадцатиклассники. Позади долгие годы учебы в школе, впереди новые возможности, новые испытания и без преувеличения новая жизнь. Эмоции переполняли всех, кто пришел на праздник. Сейчас очень хорошее настроение, только позитивные эмоции, окончание школы. Немного грустно, но больше радости. В дальнейшем я хочу стать графическим дизайнером, связывать свою жизнь с творческой деятельностью и развиваться только в этом направлении. Сегодня я испытываю очень яркие эмоции, потому что 11 лет позади, впереди много нового, новый этап жизни, новая глава в книге. Все начинается заново, с чистого листа. И, в принципе, очень рад, что наконец-то настал этот момент. Изначально я переживала до выпускного, есть шухер со сборами и так далее, но потом я уже пришла и все хорошо, я спокойна. Мне все нравится, все такие красивые, везде весело, музыка, все супер. Состояние сейчас очень хорошее, даже какая-то грустинка есть внутри, немножко поплакали со своими доказательствами. Очень грустно расставаться с людьми, которые прошли столько лет вместе. Дальнейшие планы на жизнь – это поступать в высшее учебное заведение. Достаточно хорошо я закончила школу, высокий балл. Надеюсь на поступление. Мне очень нравится вот здесь вот, прям так все атмосферно. Эмоции скорее радости и печали и тоски, потому что все, школьное время закончится, наши дети взрослеют, они растут. Поэтому, да, жалко, плакать хочется, и наши девочки выросли, хотя бы были такие няшки-няшки. Поэтому всего хорошего в новом пути, пускай у них все получится. Открыло мероприятие праздничное шествие выпускников по аллее детства. Бок о бок ребята шагают во взрослую жизнь. Красивые и окрыленные они разукрасили город безупречными нарядами, воздушными шарами и осветили яркими улыбками. Возглавил колонну председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложечник. От улицы Замковой сотни участников шествия проследовали к эпицентру событий – до Жиночной площади. Здесь один за одним появлялись выпускники 2024 года вместе с директорами и классными руководителями. Добрые, теплые слова, раскрывающие успехи и достижения нашлись для каждого учебного заведения. Они активные, талантливые, целеустремленные. Каждый из них уже имеет свою историю успеха. Это медалисты, победители университетских олимпиад и исследовательских конференций, призеры спортивных соревнований, участники патриотических акций. Мы в воскресенье гимназии приобрели необходимое покажение, чтобы успешно продолжить образование и развивать нашу страну во всех сферах. Выпускной вечер – особенный праздник, ведь он бывает только раз в жизни. Поддержать ребят пришли родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, друзья и, конечно, руководство района. Первым с напутственными словами к выпускникам обратился глава региона Сергей Ложечник. Я, идя по нашим красивым Литским улицам, испытывал огромную гордость, что сегодня могу разделить с вами этот праздник. Дорогие выпускники, сегодняшний день – это не как кульминация большого отрезка периода вашей жизни, интересного периода. В этом периоде с вами вместе шли ваши родные, близкие, ваши преподаватели, которые тоже стали уже родными. Конечно же, государство. Все мы делали так, чтобы вам было комфортно, безопасно, чтобы вы с радостью, увлечением могли получать все то, на что вы способны. Дорогие друзья, впереди, конечно же, и будут у вас новые испытания. Но самое важное – это победы, достижения. Настраивайтесь на это. В этих словах есть все. Немного печали, надежды и радости за ребят. Теплое поздравление адресовала уже бывшим школьникам и начальник управления образования Литского райисполкома Ольга Тарасюк. Примите искренние поздравления с самым волнительным и радостным праздником для выпускников – вручением аттестатов. Позади годы наполнены учебой и творчеством, дружбой и радостью, яркими впечатлениями, победами и открытиями. Впереди ваши самостоятельные решения и ответственные поступки. Надеюсь, ребята, что вы сделаете правильный выбор, сумеете воплотить самые лучшие мечты, войти в историю страны, как поколение созидателей. Не забывайте своих учителей. Они обложили в вас свои знания и душу. Благодарите родителей за ту поддержку, которую они вам оказывали. Помните, ваши успехи сегодня – это стабильность и процветание нашей республики завтра. Вы – будущее родной Беларуси. С праздником всех! Добрый путь, дорогие выпускники! Продолжила торжество церемония награждения. В этом году школьные стены навсегда покинул 791 выпускник. Среди них – отличники учебы, активисты, лидеры в спорте, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов. Под громкие аплодисменты на сцену поднимались лучшие из лучших – 70 выпускников. Аттестат особого образца, которому прилагается золотая или серебряная медаль, стал для каждого из них закономерным итогом стараний в учебе. Я благодарен учителям, которые меня учили, потому что благодаря им я достиг таких результатов. Я им хочу сказать большое спасибо. Именно они воспитали во мне вот эту вот любовь к учебе, вот эту дисциплину, целеустремленность. И благодаря им я получил такую награду. Большое им спасибо. Заканчиваю с грустью, потому что они хочутся расставаться с детством, хочется продолжать идти бок о бок с родителями, и переживать те эмоции, которые я переживала в школе. Но одновременно чувствую какое-то предвкушение перед новыми испытаниями в жизни. Хочу поступить в медицинский университет, стать профессиональным врачом, профессионалом в этой сфере. Надеюсь, что у меня все получится. Очень классное настроение сегодня. Такой замечательный праздник организован для нас. У нас столько позитивных эмоций. Конечно, где-то в глубине души достаточно много грусти, потому что мы прощаемся с школой, которой мы провели 11 лет. Это место, где мы провели, наверное, большую часть нашей жизни. И очень горько расставаться со своими друзьями, с учителями. Также это время, когда мы отрываемся от родителей. На мой взгляд, это один из самых важных моментов в моей жизни. И я уверена, что я буду помнить его всегда. Воспоминания от школы останутся, наверное, самые прекрасные. Эти 11 лет я провела. Конечно, были печальные моменты, но в основном это очень радостно. Наш коллектив, 9-я школа, это просто что-то бомбическое, как мы сплочаемся на разных мероприятиях. Меня очень радовало это. Обращаясь, конечно, грустно становится, но с другой стороны, это путь к какой-то новой жизни. Я открою для себя что-то новое. Я планирую поступать в медицинский университет Гродно. Надеюсь, закончить его с отличием. Но как дальше будет? Ну так, надеюсь, что все по жизни, конечно, будет отлично и хорошо. Уже сданы централизованные экзамены и тестирования, получены аттестаты зрелости. Впереди у юноши и девушек рассвет самостоятельной жизни. При этом каждый выпускник чувствует сердцем. Школа была и остается местом силы. Здесь люди, которые их всегда ждут и любят. Есть такая расхожая фраза, что человеку для успеха в жизни нужны крылья, нужны корни. Крылья – это те знания, это та любовь, которую нашим выпускникам подарили педагоги, родители, жители города, которые пришли приветствовать, в честь их радовались, разделяли их радость взрослением. А корни – это Родина. Они сюда всегда могут вернуться, это всегда будет их место силы. И если они это будут понимать, у них все в жизни получится. Я думаю, что наше поколение очень самостоятельное, очень серьезное, оно очень индивидуальное. Но, наверное, в этом успех этого поколения. Я искренне хочу, чтобы каждый из них состоялся как личность, чтобы он состоялся как человек, как гражданин. Несомненно, выпускной вечер запомнится на всю жизнь, ведь он стал ярким стартом нового этапа в жизни. Волнение перед неизвестностью смешивается с приятной радостью новизны. Конечно, я испытываю радость, потому что заканчиваю эту школу. Конечно, были трудные времена и тяжело давалось учебу иногда. Но все равно я счастлива, что перейду в новый этап в жизни, где я надеюсь, что у меня будут новые друзья и новые эмоции, впечатления. Сегодня эмоции у меня просто зашкаливают. Я очень радостная, я счастлива этому дню. А касаемо вопроса о том, как я хочу продолжить свою жизнь, я хочу посвятить себя тому, чему я училась. Я хочу стать учителем по математике, и я очень счастлива, спасибо большое. Сейчас, я думаю, для каждого одиннадцатиклассника главное поступить, куда он желает. Ну, а дальше учиться, главное учиться, тут другого не дано. Ну и, конечно, не забывать про свою жизнь, развиваться, это тоже очень важно. Молодцы превосходные, люди хорошие, все хорошо. Наш любимый город устроил нам хорошее мероприятие, мы очень рады. Буду скучать по этому замечательному месту, в планах принять же Минск, Минск в экономическое поспать. Программа выпускного вечера была полна трогательных моментов, прощальной песни выпускников, музыкальных открыток, талантливых личан, последнего вальса. Кроме того, с благодарностью к воинам-защитникам, отстоявшим свободу и подарившим нашей стране 80 лет мирной жизни, к вечному огню Кургана Бессмертия выпускники 2024 года возложили цветы и гирлянду, а завершилась торжественная часть по традиции запуском воздушных шаров и школьным вальсом. Немного грустно, но такой важный праздник, элегантные костюмы и красивые наряды, счастливые улыбки и слезы радости, мечты и надежды. К этому событию школьники готовились 11 лет. Выпускной вечер – это рубеж между уходящим детством и наступающей взрослой жизнью. Продолжился районный выпускной в спортивно-здоровительном комплексе «Олимпия». Здесь виновников торжества ждало много музыки, интерактивов, караоке-шоу и других развлечений. На праздники побывала и наша съемочная группа. Мы из 17-й школы! Мы из детвянской школы! Мы из 1-й школы! Мы из 15-й школы! После долгих лет учебы, напряженных экзаменов и ночных зубрежек выпускной бал стал феерическим завершением школьной жизни. Официальная часть праздника позади и вот он долгожданный заключительный этап празднования выпускного вечера. В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» для ребят из 25 школ региона были организованы различные фотозоны. Профессиональный фотограф помогал запечатлеть этот важный для них день. Развернулись у спортивно-оздоровительного комплекса и фудкорты. На протяжении всего вечера ведущий мероприятие не давал скучать выпускникам. Ребята и девушки наслаждались моментом и делились положительными впечатлениями от праздника. У меня очень хорошее настроение, очень хороший настрой. Я считаю, что провести такое мероприятие – это очень хорошо для личан. Только впервые Лидия, и я уверена, что мы войдем в историю. Я собираюсь поступать в военный медицинский институт. Я надеюсь, что у меня обязательно получится. Нравится ли тебе праздник? В целом, мое настроение прекрасное. Конечно, мне нравится этот праздник. На самом деле, изначально мои ожидания были не самые лучшие. Однако, со временем, благодаря одноклассникам, мне вполне себе стало комфортнее. Волнения особо не было. Весело. Поначалу было волнительно немного. Сейчас уже расслабляющая музыка. Уже будем заходить. И уже успокоился. И уже жду, что там будет. Наш праздник. А куда собрались поступать, если не секрет? Ну, куда-то в инженерную специальность. Еще не определился с вузом? Ну, нет. По завершениям экзаменов буду смотреть по баллам. Белорусская государственная академия ВЯЦ. Очень классная. Очень все супер. Вообще, просто пушка-гонка. Ну, мы очень долго ждали. Очень хотим сегодня потанцевать. Даже не верится, что мы на таком событии. Мы видели со стороны все это. А сейчас это мы. И прям вообще эмоции бешеные. Мне тоже все очень нравится. Это очень классная задумка. И в целом атмосфера очень улыбчивая. И мне нравится то, как наши друзья все находятся в одной локации. Это очень супер вайп. Я изначально не рассматривал другие варианты, кроме как Беларусь. Потому что образование в Беларуси достаточно хорошее. И нам дали очень хорошую базу в начальной школе, в средней школе. И потом, когда я поступил в лицей, номер один города Лиды, мне больше не захотелось уезжать, учиться где-то за границей. Потому что у нас учителя очень приветливые и отзывчивые всегда идут навстречу ученикам. Расскажи, как твое настроение, нравится ли тебе праздник и куда собралась поступать, если уже решила. Настроение отличное. Праздник очень масштабный. Мне очень понравилась организация выпускного на Дожиночной площади. Было очень массово, очень красиво. Финальный номер, кстати, я в нем участвовала. Он был очень красивый. Мне очень все понравилось поступать. Думаю, в Минск, так как я считаю, что там больше возможностей и больше приоритетов каких-то. Поэтому вот так. Были ли мысли поступать за границу? Или ты сразу решила, что ты будешь оставаться в Беларуси? Нет, я сразу решила, что буду оставаться в Беларуси, так как я люблю Беларусь. Здесь очень красивая природа вся. Мне очень нравятся люди здесь. Они очень добрые. Я думаю, что где-то в другом месте таких не будет. Супер! Мне нравится. В зале все комфортно, интересно, все красочно. А ты решила уже, когда будешь поступать? Как сдала экзамены? Сдала экзамены не прям хорошо, как хотела, но решила. И да, решила давно уже, как четырегодная в военную академию. Мне нравится. Моя страна здесь выросла. Поэтому я поступаю именно в военную академию, потому что я люблю свою страну. Я в шоке. Сложно передать, но я полностью заряжен. Организация восхитительная. Хочется танцевать до упаду просто и двигаться. На позитиве. Незнакомых людей встретил, познакомился. Все радостные, все счастливые. Радуйтесь больше, улыбайтесь. А расскажи, ты уже решил, куда будешь поступать? Да, Нехмат БГУ, жди меня. Я сразу решил оставаться в Беларуси, потому что тут непередомаевая атмосфера. Она незаменяема, нигде такого нет. Креатива и современности придала этому вечеру Лидия. Искусственный интеллект внесла немало инноваций в концертную программу. Приветствовала гостей, делилась интересными фактами о жизни выпускников. Создавала уникальные и многогранные впечатления для аудитории, используя передовые технологии и интерактивные методы. Это выглядело как захватывающее сочетание искусства и технологий. Школьные годы остались позади. Теперь выпускники готовы ворваться в новую жизнь. Они собрались в спортивном комплексе «Олимпия», чтобы отпраздновать яркую финальную часть этого масштабного события. В ходе праздника выпускники делились своими планами на будущее. Кто-то рассказывал о поступлении в университет, кто-то о намеченных путешествиях, а кто-то о своих профессиональных амбициях. Важно, что каждый из них с нетерпением ждет новых вызовов и возможностей. Это очень вау! Просто мы знакомы всех раз. Мы Лида, маленький город, и мы все одна страна. Мы держимся всем вместе! А скажи, ты уже решила, куда будешь поступать? Да, в ГУХИ факт! Беларусь – это мой дом! Круто, весело, веселительно! В данный момент мне все очень нравится, и надеюсь, что в протяжении всего вечера все будет на высоте. Разные планы, разные мечты, разные темпераменты, но объединяло всех выпускников в этот вечер одно – положительные эмоции друг к другу и к выпускникам всей Беларуси и даже всего мира. Хочу передать всем привет и пожелать, чтобы все выпускники поступили туда, куда хотят. Передаем привет 17-й школе и всем школам страны! Здесь очень весело, хочется танцевать здесь и быть на этом танцполе. Мы поздравляем абсолютно всех выпускников Беларуси и не только с этим замечательным днем! Счастья вам, успехов, здоровья, любви! Всего самого лучшего! Поздравляем выпускников не только Беларуси, но и выпускников других стран! Передаю привет всем школам из других городов, других стран! Желаю вам удачи с сдачи экзаменов, с поступлением! Всем удачи, с выпускным, со всем! Невероятно ярко, весело и зажигательно душа так и бросится в связь! Этот праздник просто невероятных масштабов! Концертная программа радовала не только зажигательной музыкой, но и интерактивами, совместный просмотр презентаций различных школ, танцевальные батлы и многое другое. Популярные хиты в исполнении живой музыки особенно пришлись выпускникам по душе. Когда часы 12 бьют, происходит волшебство. Так случилось и во время празднования районного выпускного вечера. Салют, сверкающий в небе в этот момент, когда заканчивается один этап жизни и начинается другой, символизирует окончание детства и начало взрослой жизни. Это яркое и впечатляющее зрелище напоминает о том, что когда закрывается одна дверь, за ней открывается другая. С новыми возможностями и перспективами. Для выпускников Литских школ горячая пора не заканчивается. Сейчас они в ожидании результатов централизованного тестирования. Свои баллы по ЦЭ они уже знают. 17 вчерашних 11-классников сегодня могут похвастаться стабальным результатом. Причем двое из них дважды. Выпускник 15-й Литской школы Руслан Карева получил наивысшие баллы по русскому и английскому языкам. А выпускница гимназии номер один города Лиды Марта Дергавка заработала по 100 баллов по русскому языку и математике. Также максимальные результаты есть на счету выпускников лицея номер один и гимназии номер один города Лиды. Первая Литской школы, средняя школа номер 8 имени Валентина Казакова. 10-й школы имени Александра Климко, 14-й и 17-й Литских школ, Березовской средней школы номер 3 и Йотковской средней школы. Я готовился на протяжении года. Я очень благодарен своему учителю по истории общественного ведения Александру Станиславовича Шабельскому. Он меня хорошо довольно подготавливал. Мне благодаря нему не приходилось нанимать каких-либо репетиторов. Когда сдал ЦТ, конечно, были сомнения, что какие-то будут ошибки. Я вообще рассчитывал, что будет где-то 95-96 результатов. Когда видел 100 баллов, ну, честно, это неописуемое чувство восторга. Ну, это был очень такой запоминающийся момент в жизни. Я рассчитывала, потому что я усердно готовилась весь год. Я готовилась к экзамену со своим учителем химии. Я хочу сказать ему спасибо большое, Губейка Славан Андреевна, потому что она очень хорошо готовит к экзамену. Я была очень рада и сразу начала всем звонить и позвонила своей учительнице. Готовился к экзамену. Я решал тесты дома самостоятельно. Ходил к репетитору по русскому языку и, ну, на уроках решал. Тест был не такой сложный, как я ожидал. 100 баллов я не планировал набрать, но знал, что результат будет достойным. Удивился, когда увидел 100 баллов. Я тогда в школе сидел, сказали, что пришли результаты. Я пострелил, увидел 100 баллов, сразу обрадовался. Маме позвонил, рассказал своему классному руководителю. Обращаем внимание на следующую информацию. В среду 19 июня с 10 до 11 часов выездной личный прием граждан в производственном управлении «Лидогаз» проведет заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. В этот же день с 15 до 16 часов на торфабрикетном заводе «Лицкий» принимать личные обращения граждан будет и заместитель председателя Лицкого райисполкома Геннадий Владыка. 90 лет назад, 17 июня 1934 года, в городе Береза-Картузская, ныне город Береза Брестской области, польскими оккупантами был создан концентрационный лагерь. Он считается одним из самых жутких концлагерей 20 века. Концлагерь Береза-Картузская действовал с 1934 по сентябрь 1939 года. В нем были заключены и подверглись пыткам тысячи пленников из Западной Беларуси, Западной Украины и Центральной части Польши, которые выражали свое несогласие с польской властью. По разным оценкам, через стены лагеря прошли от 8 до 10 тысяч человек. Лагерь прекратил свое существование 17 сентября 1939 года, в день воссоединения Западной и Восточной Беларуси. На территории бывшего концлагеря в 1962 году был создан мемориал в память о его жертвах. В 2021 году памятник реконструировали. Существующий обелиск сохранили и дополнили двумя гранитными плитами, изображение на которых напоминает о стенах и колючей проволоке концлагеря. К другим темам – здоровый образ жизни или головная боль. Скейтплощадка на улице Тухачевского – это радость не для всех. В Лидомедию компанию поступило обращение с жалобой на шум вечерние часы. Мы выехали на место, чтобы разобраться, как же можно решить данную ситуацию. Что для одних радость, то для других мучение. Скейтплощадка, что на улице Тухачевского – несомненно, большой подарок для скейтеров. И, как оказалось, неудобство для жителей близлежащих домов. И пока одни тренируют навык, другие закрывают окна, чтобы не слышать шум. Функционирует скейтплощадка с 2020 года и буквально с первых дней стала пользоваться популярностью у спортсменов разных возрастов. Вспомним историю ее появления. По инициативе молодежи было рассмотрено обращение для создания скейтплощадки. Специалисты отдела спорта и туризма этот вопрос изучили и удовлетворили просьбу спортсменов. Уже четвертый год она пользуется популярностью у профессиональных и начинающих скейтеров. Пустует она разве что зимой. А вот с наступлением теплого сезона здесь практически всегда есть желающие потренироваться. Там традиционно уже существовала площадка, которая была построена по инициативе, ну так называемая родная сторона. Было ограждение, было оборудование. Этот район, он отличается наибольшим скоплением детей, подростков, которым в вечернее время, в свободное время заняты. И надо сказать, что площадка работает эффективно. Постоянно дети играют в футбол, школы, пришкольные лагеря и занятия физической культурой на нашей спортивной площадке. Особенно массово на скейтплощадке расположенной на улице Тухачевского в вечерние часы и в период летних каникул. Но пока скейтеры тренируют навык, жители близлежащих домов мечтают о тишине. Шум со спортобъекта, говорят последнее, доносится до позднего вечера. Решение данной проблемы нашли в отделе спорта и туризма Лицкого райисполкома. Бывают иногда проблемы с сосуществованием детского, подросткового населения, активного населения. Площадка создает шум и, к сожалению, были обращения граждан по поводу шума, издаваемого на площадке. Мы пошли навстречу гражданам и сократили в вечернее время работу площадки на один час. В настоящее время площадка будет работать, уже работает до 21.00. Найти баланс непросто, но возможно. Рассмотрев различные варианты, взвесив все «за» и «против», было принято самое актуальное решение. Дети по-прежнему смогут заниматься спортом, а у жителей близлежащих домов будет тихое вечернее время для отдыха. Мы же будем следить за ходом событий, чтобы оставаться в курсе данной ситуации. В очередной раз практика показала, из самых трудных ситуаций можно найти решение. Если люди хотят уступать друг другу, если они умеют и желают идти на компромисс, все получится. Футбольный клуб «Лида» одержал третью подряд победу в чемпионате страны в первой лиге. В матче 11-го тура наша команда в минувшую субботу на поле стадиона «Юность» принимала минский энергетик БГУ и одержала минимальную победу со счетом 1-0. Гол забил Кирилл Ковалюк. Отметим, в турнирной таблице «Лида» располагается на третьей строчке, уступая лидирующему «Молодечно» 2018 на 5 очков. У меня все новости к этому часу. Напоминаем, подписавшись на Лидскую газету на третий квартал, у вас есть возможность выиграть ценный подарок. Для этого надо оформить подписку по 28 июня и заполнить купон участника игры. Разыгрываются смартфон, планшет, беспроводные наушники, брендированная продукция. Купон и документ, подтверждающий подписку на газету, необходимо предоставить в редакцию Лидской газеты по адресу. Улица Ленинская, 48 до 31 июля. Не упустите свою удачу. Розыгрыш призов состоится 5 августа. Я же с вами прощаюсь. До встречи на Лида ТВ.